Приветствую, мои родные и любимые христолюбщики, братья и сестры во Христе и все люди на Земле. Я сегодня хотел бы вам кое-что прочитать о Бонапарде, Наполеоне Бонапарте. Я, честно, уже не помню, кто мне что-то сбросил или откуда-то какая-то цитата или ссылка, и я решил этот момент исследовать. И сейчас давайте я не буду много говорить, сначала прочитаем, а потом я уже скажу свои мысли. Никольский, автор статьи. Наполеон Бонапарт между Христом и Антихристом. Парадоксы императора и рецепция его личности в поэзии. Автор Николай Евгеньевич Владимирович. Никольский Евгений Владимирович. Возможно ли в наше время сказать новое слово о великом человеке, личности которого посвящено столько многотомных трудов? Может быть, он скажет его сам? Последние годы жизни императора – время горьких раздумий, осмысления прожитого и совершенного. Откровения Наполеона, объединенные в книге «Беседы императора», были записаны его спутниками в годы заточения объединителей Европы на острове Святой Елены. Раскаяние, пересмотр своих убеждений и взглядов добавляют новые, неожиданные штрихи к портрету этого сложного и противоречивого человека. Романтическая поэзия и французская патриотическая историография впоследствии рассказывали об этом острове как о месте, специально выбранном англичанами, чтобы поскорее уморить своего пленника. Это, наверное, климат острова Святой Елены очень здоровый. А, это неверно, наверное. Это неверно. Климат острова Святой Елены очень здоровый. В самом жарком месяце средняя дневная температура около 24 градусов по Цельсию. В самом холодном месяце около 18,5. А средняя годовая температура 21. Теперь там больших лесов сравнительно мало, но сто лет тому назад на острове их было очень еще много. Питьевая вода очень вкусная и здоровая. Орошение острова обильное. Много травы и густых кустарников. Заросли, где водится дичь. Весь остров занимает 122 квадратных километра. И базальтовыми темно-зелеными почти отвесными скалами как бы подымается из океана. Когда Наполеону объявили о том, что его местопребыванием будет остров Святой Елены, он протестовал, заявив, что с ним не имеют права обращаться как с военнопленным. С корабля Биллерофана он пересел на фрегат Нортум Берлэнд, который после 2,5 месяца плавания и привез 15 октября 1815 года пленного императора на остров, где ему суждено было окончить свои дни. За эти три с половиной года до этих событий, до начала своего похода на Россию, Наполеон передал русскому послу дипломатическую ноту, содержащую его намерение – стереть русскую империю с лица земли. Ответ посла был такой – человек полагает, а Бог располагает. Наполеон вспылил – скажите вашему императору, что я и есть тот, кто полагает и располагает. Не без амбиций человек. Бонапар вспомнил о Боге, когда провел последние годы своей жизни в ссылке на английском острове Святой Елены. Там он написал свои мемуары, в которых рассказывал свои личные мысли. О том, насколько они глубоко владели им, говорит одна его беседа с генералом Монтолоном, последовавшим за ним в ссылку на остров Святой Елены. «Что вы думаете о Христе?» – спросил Наполеон. Монтолон ответил. «Мой господин, я должен признаться, что никогда не задумывался об этом и никогда не размышлял над этим вопросом». Вы знаете, кстати, вопрос Наполеона очень напоминает, а точнее не очень, практически в слову слова. Вы знаете, это слова Иисуса и вопросы Иисуса своим ученикам. «Что люди думают обо мне и что вы думаете обо мне?» «Тем хуже для вас», – сказал бывший император и начал залагать давно беспокоящие его мысли. «В одни моей славы я был в таком почете у людей, что многие из них с радостью за меня умирали. Но все-таки требовалось мое присутствие, чтобы вдохновлять солдат идти на смерть. А теперь, когда я нахожусь на острове Святой Елены, это прямая речь как бы Бонапарда, когда за меня сражается, кто за меня сражается? Кто остался мне верным? Такова судьба великих людей», – ставит он вклицательный знак, «какая глубокая пропасть пролегла между моим падением и вечной властью Сына Божьего. «Я еще не умер, но мое дело уже разрушилось». В то время, как Христос умер 19 столетий тому назад, а дело его существует как и в то время, когда он ходил по этой земле. Более того, я скажу, что как раз во время Иисуса хождения по земле, дело-то его не шибко распространялось. А вот когда он умер, наоборот, да, вы помните, что случилось? Церковь стала расти, как грибы после дождя. Он и не думал бояться своей смерти. Он ожидал ее спокойно. Он единственный, который после своей смерти остался живым и могущественным. Почти во всех краях земли проповедуется его слово. Иисуса любят и ему молятся. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и я, мы были основателями мощных государств. Но на чем держалась наша власть? Насилие. Иисус Христос основал свое царство на любви. И в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за него свою жизнь. Но я вам скажу, что, наверное, даже не тысячи, и даже не десятки, и не сотни, а, возможно, и миллионы. Все-таки нас семь миллиардов, и из них плохо хорошо, я не знаю сколько, два-три миллиарда христиан, наверное. Ну, два, наверное, точно есть. Поэтому, может, и миллиончик наберется, кто готов пострадать. Иисус является завоевателем, который истинно объединяет не только один народ, но все человечество с самим собой. Какое чудо! Душа человека со всеми ее способностями чувствует тесную связь с существованием Иисуса. И почему? Благодаря одному чуду, которое превосходит все чудеса. Христос есть любовь. И он не хочет эту любовь, заметьте, он обратил внимание не на воскресение, а на крест. И он хочет эту любовь дать людям и завоевать их сердца, а не земли, как делают это все завоеватели. Это все, чего он желает. И люди отдают ему сердца. Все завоеватели со всеми их талантами потерпели крушение. Ведь, покоряя мир, они не обрели ни одного друга. Вдумайтесь в эту фразу. Мы завидуем сильно мира сего, всем вот этим великим людям. Кстати, это касается не только военной темы. Все эти ученые, великие артисты. Эта фраза подходит к нам, к простым смертным, а уж к сильным мира сего тем более. Им вообще тяжело друзей найти. Потому что с ними люди из-за чего-то окружают их как раз в основном корыстные люди. Не важно что, не обязательно деньги. Это могут быть связи, знакомства, таланты твои, которые он может у тебя чему-то научиться, да, и потом от тебя отпочковаться, да. Все завоеватели со всеми их талантами потерпели крушение. Ведь, покоряй мир, они не обрели ни одного друга. Общение, которое объединяет Иисуса Христа и Его искупленных, самая святая и могущественная связь. Это меня восхищает прежде всего. И чем больше я об этом думаю, тем больше я уверен в божественности Христа. Я уверен, что Христос не только был человеком, Он был и есть Бог. Вы знаете, меня, когда я это прочитал, я был вообще в шоке, если честно. Давайте справедливости ради дочитаем до конца и потом еще раз вернемся. Интересно отметить, что эти слова были сказаны незадолго до смерти. Уже в 1819 году он болел все чаще и чаще. В 1820 году болезнь усилилась, а в начале 1821 года английский врач Арнот, допущенный Наполеоном, нашел положение довольно серьезным. Но все-таки были большие промежутки улучшения, когда Наполеон выходил гулять. В марте 1821 года страшные внутренние боли стали повторяться и учащаться. Император, по-видимому, уже давно догадался, что это рак. Болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец, Карло Бонапарте. Перед вечером в 6 часов 5 мая 1821 года Наполеон скончался. Его имя и деятельность, а также некоторые суждения и максимы, за исключением процитированных в этой статье, встретили разную трактовку в художественной литературе, от романтического культа до интерпретации образа экс-императора как антихриста. В 1820-1830 годы в Европе возникает новый вариант мифа о Наполеоне. В глазах молодых людей, тип которых представляет бальзаковский растиньяк, Наполеон становится могучим и умелым покорителем судьбы. Пушкин с такой героизацией императора был решительно не согласен. Тема императора антихриста присутствует и в программном для Пушкина стихотворении «Клеветникам России», где она органично связана с цивилизационным противостоянием православной монархической России со все более дехристианизирующей и языческой по своему духу Европой. Ну тут стих Пушкина «Бессмысленно прельщает вас борьба отчаянной отвагой, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте, за что ли, что на разваленных пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы, за то, что в бездну повалили, «Мы тягачеющие над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир». В подтексте этого стихотворения присутствует тема Христа-антихриста. Эта тема обусловлена несколькими скрытыми библейскими аллюзиями. Прежде всего, следует назвать образ поваленного тягачеющего над царствами кумира. Основой для этого образа является «Сонного худоносора» из книги пророка Даниила. «Тебе, царь, было такое видение». Вот какой. Ой, ну тут весь Даниил, ну кто знает, да. Не будем Даниил уж мы с вами зачитывать. Отметим, что пушкинский кумир тяготеет над царствами, что можно истолковать как в пространственном смысле современной Пушкину реальности, так и во временном библейского первообраза. В христианской традиции рано укоренилось истолкование камня, отсеченного без рук, как уплотившегося от Девы Христа, который своими пришествиями основал непоколебимое царство. Церковь и лишил сакрального смысла и абсолютного значения все прочее царство. Выше мы уже говорили о значении железа и железного века. Слушайте, тут про это вообще надо? Нет, нам это не надо. Вспоминая события 1112 года, стоит задуматься об их метафизическом смысле. Какой урок мы из всего этого вынесем? Что воспримем от наших культурных учителей? Если вслед за Наполеоном, вступившим на путь покаяния, придет к христоцентризму в вашем мировосприятии, то это будет позитивный урок, озаренный не антихристовой тьмой, а небесной правдой. Ну, тут у автора была своя цель и, наверное, свои мысли по поводу этих слов. И он статью-то написал свою, какую хотел. Надо было нам остановиться на том наречии Наполеона. Это было бы самым удачным. Ну, ладно. Я не особо готовился к этому ролику. Точнее, вообще не готовился. Я хочу еще раз вам показать вот это. Давайте еще раз вернемся немного. Что вы думаете о Христе? С чего началась вся эта беседа? Что вы думаете о Христе? Спросил Наполеон. Монадалон ответил. Мой господин, я должен признаться, что никогда не задумался об этом и никогда не размышлял над этим вопросом. Ну, и я хочу привести последнюю речь Наполеона. Это меня восхищает прежде всего. И чем больше я об этом думаю, кто такой Иисус, тем больше я уверен в божественности Христа. Я уверен, что Христос не только был человеком, но Он был и есть Бог. Удивительные слова. Можно сколько угодно. Удивительные они для Наполеона, конечно. Не важно, правда это или нет. Я уже много раз вам тоже говорил, кто смотрит мои видеоролики на Христолюбе, да и на Лаве. Мы очень часто фанатеем от буквы и авторитета. Мы долго ковыряемся. Кто знает, там церковники, вот они тоже там находят до сих пор какие-то мощи. До сих пор там исследуют эту плащаницу. Останки своего обожествленного царя Николая II. Вот там насовется. Настоящие, ненастоящие. Были, а не были. Кому? Какое вот до всего этого дело? Если просто предположить, что это правда, и Наполеон действительно. Ну, вы знаете, когда ты во славе и в богатстве, и в могуществе, во власти, да, слава, власть, деньги. Ну, понятно, о чем он думал. Хотя, кто знает, справедливость, старается сказать. Я не изучал, конечно, там, правильно, автор статьи написал, что многотомные есть труды по исследованию жизни, там, Наполеона Бонапарта. Ну, какое мне до этого дело? Да, и, кстати, изучать эти труды, и я, конечно, много читал им, рассказывал, но далеко, конечно, не все книги мира я перечитал, да, и не все судьбы, всех людей знаю. И меня больше интересовал, естественно, в свое время, я об этом говорил, естественно, все, что связано, все равно хоть как-то, косвенно с христианством, ну, конечно, как может Бонапарт с христианством связываться? Практически никак. Но в свое время встречал я много раз, да, цитаты, кем-то где-то приведенные, что он очень интересные мысли выражал, и действительно с уважением, почтением, так скажем, относился к Библии. Хотя я много раз говорил, любить-то что это толк, любить там Библию, еще что-то. Он умные фразы-то говорил, и как я всем показывал всегда, что вот эта Наполеоновская война, отечественная российская война, так назовем ее, или Наполеоновская, потому что он, это была, ну, не первая мировая, но по сути-то он хотел что же весь мир захватить со своими амбициями? Что Франция была не христианской стороной, христианской, католической, христианской стороной, да, в основной своей массе. Уже протестантизм там, естественно, тоже укоренялся, вот, ну, в основном, католике. Германия, что в Первую мировую, что во Вторую, что была не христианской страной протестантской, абсолютно, да, вот, конечно, можно сколько угодно об этом, я говорю, дал дочь, что я христианин, вот, с таким плакатом ходить, хоть на лбу сто татуировок сделать, что ты христианин, Иисус Христос, и вот такой вот крест, это тебя не спасет, и не сделает тебя лучше, и никому ты любви не научишь и истине, если ты жить не будешь в соответствии с евангельским учением Иисуса, да, в соответствии с примером его жизни, его учения, его слов, которые нам остались, да, вот, и, конечно, он интересный, можно было бы сегодня, я говорю, просто забейте фразы или цитаты Наполеона о Библии, я этого делать не стал сегодня, у меня не эта цель, мне вот хотелось действительно его мысль основную сказать, не по поводу, он много, и красивость, это правда, он так говорил и писал, мне всегда восхищено, во всем можно найти пшеницу, я люблю пшеницу, даже в сатане можно найти, да, и вот эти пшеницы я люблю тоже собирать, ими питаться, а плевел, естественно, выкидывать, понятно, что сам Наполеон, какое он может вызвать ощущение у истинного христианина, внутреннее ощущение, я не говорю об осуждении внешнем, вот, конечно, человек прожил свою жизнь, у него не то, что руки по локоть в крови, он весь в ней утонул в озере, в этом огненном, так скажем, сколько, это же война, ты император, глава армии, это же караул, это сколько убитых людей, невинных, а сколько это страданий, все забываем, что убийство там, какого-нибудь воина, это же горе и несчастье всей его семьи, жене, детям, родителям, и друзьям, и знакомым, и родственникам, это не так, один человек, это порой страдания даже не одного человека, а десяткам людей, его окружающих, и я хотел бы этот ролик, я говорю, и о Христе, и по сути, вот как о Наполеоне, как о генерале армии, о некогда ведущем какую-то войну, и вот что, по сути, меня кто-то в патриотизмом болеет вот этим, я больше к ним хотел привести, конечно, вот, ну и хорошо, что он, вот это, конечно, как он сказал об Иисусе, об этом я хочу, как себя на положительную ночь, просто закончить, а основную мысль я хотел, конечно, до патриотов довести, вот, что даже вот такие вот патриоты, и все эти люди с имперскими амбициями, заметьте, что он говорит, говорил умные вещи-то, зря мы еще туда прочитали, уже там автор об этом, об Антихристе, меня сегодня эта тема не интересует, не ее я хотел затронуть, а вот как он писал про всех этих, Александр Македонский, да, там, Цезарь, всех этих императоров своих империй, что они, у них даже друзей не было, ради чего все эти, вы знаете, мы там русские, терпеть не было, я как слышу по телевизору, он там сейчас бабушкой надо смотрит в соседней комнате, ой, меня аж вообще воротит от этих фраз, эти там флаги всякие, России, праздники, ну что насыться, ведь разжигают на самом деле, ведь патриотизм, это такой же, это переодетый национализм, я всегда говорю, это первый шаг к ненависти, это разжигает только, мы лучшие, зачем ты лучше-то, причем только за то, что ты русский, наш флаг самый лучший, зачем он лучше, ну все видели флаги, сейчас просто у нас этот праздник, типа был 4 дня, флага России, ну какая хинея, белый, синий, красный, или красный, синий, я даже цвета не знаю, в каком порядке там идут, мне вообще без разницы, и у другой страны, это же цвета в другом расположении, какая хинея, чего тут, от чего тут фанатеть, патриотизм праздновать, чего тут, что у тебя флаг есть, кусок тряпки разрисованный, какой вообще бред, и вот вам, пожалуйста, Наполеон Бонапарт, да, все тебе туфли целовали, ну и что, ты сидишь в ссылке, и что, кто тебе целует туфли, никто, кому ты нужен, кому нужно твое дело, твои мысли, что, ну да, вот изучай, ты великий, ну остался ты в истории, а кто тебе скажет хорошо, кто будет твое дело продолжать, никто, он правильно сказал, мы завоевывали палкой, он себя причисляет ко всем императорам, он действительно, часть этих великих, кто о нем, вот вы о нем много, ну вот мы сейчас взяли, там почитали, и только христиане, в христианском контексте, я все это хочу подать, а так-то кому он нужен, ну изучает его там в школах, ну что, это часть сухой истории, фактов, да, а что, наседаться у него можно, кому смерть приносила счастье, да никому, я хоть, он действительно, он две основные мысли подчеркнул, ну помимо бессмертной жизни, к сожалению, не сказал, было бы третье, вообще великолепно, он почему-то, ну по крайней мере в этом, да, а он действительно сказал о любви, да, вы помните вот фразу, как он здесь сказал-то, и почему, и почему, какое чудо, душа человека, со всеми ее способностями, чувствует тесную связь с существованием Иисуса, хотя в принципе он говорит по сути о его бессмертии, и почему, благодаря одному чуду, которое превосходит все чудеса, Христос есть любовь, Бог есть любовь, Христос есть Бог, вы помните, я вам всегда напоминаю эту прекрасную математическую жизненную аксиому, если А равно Б, а Б равно С, то А равно С, естественно, вот если Христос есть любовь, и Бог есть любовь, то Христос есть Бог, и вот действительно, видите, человек, когда сидит за решеткой, всеми оставленный, начинает задуматься о всех этих вещах, и это действительно так, Иисус, по сути, еврейский раб, так скажем, да, ну или там, еврей, который не особо-то в мире евреев любит, испокон веков, да, и, казалось бы, его смерть, если бы это, я вот тоже поражаюсь, когда люди начинают там даже, я говорю, для меня он, конечно, тоже Бог, я всем это проповедую, потому что он имеет жизнь в самом себе, он отец одной, никто не отбирал у него, и людей многих несправедливо убивали, казнили публично, вот, ну и что, у нас есть учение этих людей, нет, вот, то, конечно, если бы Иисус не умер, не воскрес, не вознесся, всего бы этого не было, он Бог, это истина, она распространяет до сего дня по земле, вот, ну, поэтому, я говорю, я ни в коем случае не давлю ни на авторитет, что это вот, там, Бонапарт, вот, сказал, кто-то начнет, да это было, это не было, это приписали, переписали, вот, все это было 200 лет назад тому, даже если брать от наших времен, вот, ну, какая разница, хочется верить, что это было правда, а если это так, это очередное свидетельство, всего того, о чем сегодня было сказано вслух, но у нас у всех свое свидетельство, вот это все никому, вы знаете, очень верю, вот это хранят, там, предания старцев даже, наше дело, передавать Евангелие, причем живое, свидетельство своей жизни, Бог открывается, я вам свое свидетельство говорил, и без него бы я бы не был тем, кем я был, если бы я уверовал от бумажки, я бы, может, никогда бы и не уверовал, вы знаете, мое призвание, какое оно было, и какой был путь потом, и до сих пор продолжается, и когда я сам свидетельствовал, и мне многие рассказывали свои, именно вот такие реальные свидетельства, откровений Божьих, когда они знают, что Бог есть, знают, что Он любовь, и этим свидетельствуют, действительно, а это все прошлое, кому-то там, чего-то, мы должны живым людям, сами живые, как камни живые, и живых, живым камнем, оживлять камни, в этом мире, да, проповедуем, о том, что Бог есть, любовь, я говорю, как Иисус правильно говорил, даже всякая хула на сына человеческая, кто знает, я особо ни с кем не спорю, там, ну, не ходь, ну, для тебя Иисус не Бог, ну, ради Бога, хотя я говорю, это не просто так я в это там уперся, чем больше у тебя Иисус в глазах будет возрастать, как Бог, тем больше ты будешь понимать, его любовь, его крест, у него не было нужды, спускаться сюда к нам, являться нам, ему не было нужды, все это было терпеть, от этих таракашек, которые его обижали, ему не было нужды предавать себя на смерть и все это терпеть, только лишь явить, для того, чтобы явить таким, как мы, всем детям Божьим, ну, в концовке мы все, когда-нибудь придем к покаянию, явить свою сущность, он, конечно, отец, он воспитывает нас, как человек, воспитывает сына своего, как Моисей один раз сказал, очень красиво, это да, и носит нас порой на руках своих, как орел, носит птенцов на крыльях своих, это да, но сущность его, как отец, мы видим разные поступки в жизни, они бывают не совсем нам понятны, которые с нами происходят, но сущность всех этих поступков, истина, начало, путь и конец всех этих дел Божьих, с нами происходящих, любых, это любовь, Иисусу явил, поэтому он никому не ответил, никого не ударил, никого не обидел, не унижал, не оскорблял, потому что Бог есть абсолютная, непоколебимая, вечная, в то же время свободная, любовь. Пока-пока.